Всем привет! Добралась на меня посылка из США в таком вот непримечательном пакетике совершенно замечательного гражданина США по имени Ольга Донской. Вот так вот. Ну, надеюсь, бывших или небывших соотечественников госпожа Ольга Донской обманывать не собирается и все дошло в целости и сахарности. Сейчас будем открывать и смотреть. Колышется, не скажу, что гремит, но никогда не знаешь, что там внутри. Давайте мы откроем, посмотрим. Так вот. Пакет оказался такой двойной, довольно-таки жесткий. Открываем безбожно. Получаем ревочку. Сейчас еще скотч оказался. Уп! Это все от излишнего желания. Ну, я думаю, они должны вскрываться. Вот так. Открываем, открываем. Читаем. Priority Mail United States Service шла примерно в месяц, может быть чуть меньше, для международного или домашнего использования. Посетите нас на usps.com. Так, ну давайте еще здесь. Так. Так. Ого! Все не так просто. Тут еще желтый конвертик. Там видно пупырышки и мне от сердца сразу отлегло, потому что пупырышки, по идее, должны реально спасать от тряски и от жестокого обращения наших почтовиков. Отлично! Ну что ж, смотрим, как вы догадались. Citizen EcoDrive. И я... Ну что ж, я очень доволен. То есть, сразу по вскрытию посылки понятно, что продавец на eBay не обманул. Говорил, что качество этих second-hand часов просто замечательное. Very good condition, что называется. И сразу видно, что это так. Потому как... Видно, что они царапинок обходили с ними очень хорошо. И вообще, судя по ремню, я не знаю, сколько раз человек носил эти часы. Для меня вообще совершенно не проблема. Second-hand market хороших, действительно добротных часов. В общем, переплачивать совершенно сумасшедшие деньги ритейлеру я спокойно возьму у действительно фаната классных часов. А это именно такие часы, на мой взгляд. Да, не Швейцария. Но, действительно, как мы здесь можем видеть. Made in Japan. Japan, Japan Movement, Citizen EcoDrive. Очень мне нравится ремень. Такой добротный, добротный коры. Не мог найти никак данные. Ну и вот, смотрим, что здесь у нас. Десять... Одиннадцать с половиной и... Ну, где-то, да. Где-то двадцать один сантиметр жемешок. Отлично. Сейчас приблизим. Что у нас здесь? Кейс сорок... Так. Один с половиной. Отлично. Нездоровые. То, что нужно. Я не любитель огромных кейсов, которые сегодня всё в моде. Всё больше и больше. Тут у нас... Нет, ничего такого. Значит, материалы. Скажу сразу. Титан. Очень лёгкие. Классно вообще сделано. Да, молодцы, молодцы. Постарались. Не ожидал даже, что такие лёгкие. Что у нас здесь? Прежде всего, знаменитые они своей Solar Power системой. То есть, это солнечно... Задержаются они от солнца. Никаких батарей, ничего не нужно. Говорят, что двести семьдесят дней вообще. Вот, подзарядите хорошенько. Выставить на солнце. Или под лампы накаливания, как некоторые делают. Ну, я где-то не собираюсь, тем не менее. В общем, полный заряд. Полного заряда хватает на двести семьдесят дней. Спокойно могут лежать где-нибудь у вас в коробке. И сойти. Никаких проблем. Вот мы видим, шли они месяц. Явно вот двадцатое число сегодня, двадцатое января. Так что... Явно никого света не было. И спокойно они держались. Что у нас здесь ещё? Конечно, одна из главных фишек это Perpetual Calendar, так называемый вечный календарь. То есть, апертура дата меняется сама по себе. Менять её и подстраивать под високосный год и так далее не нужно. Вечный календарь вплоть до 2100 года. Не думаю, что я до него доживу и мне придётся менять механизм системы. Ну, мало ли. Так что, если что, то примерно через 90 лет чуть меньше проверим. Работает ли действительно вечный календарь. Отличное усложнение, которое на механических часах считается вообще чем-то совершенно изысканным и шикарным. Ну, а для таких утилитарных и тем не менее очень классных часах как Citizen для них это, в общем-то, не проблема. Это просто приятная функция. Далее у нас здесь есть ещё и будильник. 200 метров погружения в воде им совершенно не страшно. Есть, естественно, хронометр. Здесь шкала тахиметра. В общем, куча, куча всяких функций. Здесь мы смотрим, насколько хватает подзаряда. Кнопочка Charge. Кнопочка... Индикатор Set. Уординг предупреждения о чём-то. В общем, надо мне их ещё хорошенько изучить. Так, сразу я вам ничего не скажу. Система Citizen. Я знакома очень поверхностно. Особенно система Citizen EcoDrive и Perpetual Calendar. Но то, что я вижу, нравится мне. Ай да как. Действительно, лёгкий титан. Класс. Кожа. Genuine Leather сделано в Испании. То есть, видимо, ремень... Да, ремень какой-то брендированный. Не от Citizen. Но даже ещё уши. Действительно, великолепное качество. Испанская кожа. Сейчас понюхаю даже. Хороша. Вот такие интересные части. Давайте посмотрим, как они смотрятся на руке. Расскажу о том, насколько они удобны в повседневной носке. Помогают ли мне в повседневной моей жизни. Множество функций, которыми оснащены данные часы. Ремень вообще шикарный. Отлично сидит. Тимножко дуговато, но ничего здесь. Вот так на моём довольно узком запястье. Смотрится шикарно, я считаю. Почему бы себя не похвалить. Итак, Citizen Eco Drive. Фокус, фокус. Давай, давай, давай. Не хочет. Citizen Eco Drive Titan. Вечный календарь. 200 метров погружения. В воду выносит легко. Вращающийся безель. Будильник. Что ещё нужно от Citizen? Рабочая лошадка. И, тем не менее, довольно симпатичный часовой решение от действительно уважаемой фирмы. Посмотрим, как они проявят себя в повседневной жизни. Всего доброго и до новых встреч. Продолжение следует.